Здравствуйте друзья! Со времени выхода моего видеоурока про интерфейс Home Assistant прошло более полугода и за это время конечно же произошли некоторые изменения. Поэтому я решил переснять этот урок. При этом суть его остается ровно та же. Мы с вами рассмотрим интерфейс свежеустановленного Home Assistant, напомню об установках я рассказывал в первой части своих уроков и поставим полезный addon File Editor, а также проведем некоторые первичные настройки. Но все это будет уже на актуальной версии Home Assistant. Леб-интерфейс системы Home Assistant, на запуске которого завершился первый урок, условно разделен на две части. Панель управления слева и основное окно справа. Первая вкладка обзор. Это панель управления системой умного дома, пользовательский интерфейс, который называется Low Lace. Сейчас мы видим все элементы, в Home Assistant они называются сущностями или объектами, которые у нас есть по умолчанию. В верхней части в виде кружков бейджи, сенсор апдейтер, пользователь который мы создали при первом запуске системы и состояние солнца. В нижней части карточка погоды. Следующая опция карта с координатами, которые установились автоматически согласно локализации операционки. Позже мы установим корректное. Далее журнал, он показывает историю событий по каждой сущности в системе. Можно выбрать период или какой-то конкретный объект. История. Это также данные по изменениям, но в графическом представлении на временной шкале. Тут тоже есть выбор периода и объекта. Панель разработчика. Сюда мы будем заходить часто. Первая вкладка состояние. Она показывает текущий статус всех сущностей в системе. Сейчас их немного и они видны все, но когда счет пойдет на сотни, а то и тысячи, то здесь поддерживается поиск по вводимым символам в любом столбце. Службы. Эта страница дает доступ к перечню существующих в системе сервисов. Их количество тоже будет увеличиваться по мере настроек системы и она дает возможность вручного запуска каждой из них. Шаблоны. Это страница редакторов шаблонов. Тут можно проверить корректность составления шаблона перед тем, как ввести его в конфигурацию системы. Сюда мы будем также регулярно наведываться в будущем. События. Эта страница предназначена для просмотра и создания событий в системе, начиная с запуска или остановки самого Home Assistant и заканчивая изменением состояний, времени, запуском сервисов и прочее. Вкладка Supervisor ранее называлась Hasio. Это оболочка, в которой работает Home Assistant. На вкладке Dashboard мы можем видеть наличие обновлений Home Assistant и установленных аддонов, которых у нас пока нет. На данный момент установлена последняя версия системы из существующих, но при обновлении настоятельно рекомендую ознакомиться с изменениями. Их перечень можно увидеть на гитхабе проекта. Ссылка в текстовом файле урока под видео. Магазин аддонов. Это эдакий Play Market для Hasio. Отсюда ставятся полезные и удобные дополнения для Home Assistant. По умолчанию сюда подключены два репозитория, но можно подключать и новые. Сразу можем установить File Editor, ранее известный как конфигуратор. Это удобный текстовый редактор с функциями файлового менеджера. Он нам неоднократно пригодится. Запускаем его и ползунком включаем отображение на панели инструментов. Чуть позже мы вернемся к нему. На дашборде теперь появится и установленный аддон. Тут же можно проверять обновления версий. Snapshot. Это снимки системы, резервные копии конфигурации. На этой странице можно создать снимок вручную, увидеть перечень снимков системы и восстановить конфигурацию. Детально можно посмотреть в уроке 7.2. Последняя вкладка система. Здесь видна текущая и последняя версия супервайзера Hasio и тип операционной системы. Операционка установлена Razbian Buster, что приводит к сообщению о том, что система работает на неподдерживаемой инсталляции. Это совершенно ничем не грозит, и я думаю, что рано или поздно разработчики догадаются добавить название Razbian в список поддерживаемых систем. Здесь можно перезагрузить или выключить мини-компьютер на уровне операционной системы. Ниже лог событий на уровне системы. Настройки. Самая богатая на опции вкладка. Home Assistant Cloud. Предназначена для подключения к платному облаку. В будущем я обязательно сделаю обзор по этой теме. Страница интеграции. Предназначена для подключения различных устройств и сервисов. В моем случае система обнаружила немало из них. А нажав кнопку плюс, увидим еще больше. Это одно из преимуществ Home Assistant, совместимость с огромным количеством сторонних платформ. Далее идет список устройств, но на данном этапе он еще совершенно пуст. Список будет обновляться по мере добавления интеграции устройств. Объекты, или как мне больше нравится их называть, сущностей. Это непосредственно то, с чем взаимодействует система управления. Показания и статуса сенсоров, выключателей, светильников и т.д. Каждое устройство обычно состоит из целого ряда объектов. Например, розетка может состоять из реле, датчика мощности, напряжения, уровня качества сигнала. В этом разделе создаются названия помещений, в которых могут располагаться устройства. Следующие четыре опции автоматизации сцены и сценарии вспомогательной, предназначены для создания логических инструкций в режиме конструкторов. Я являюсь категорическим сторонником ручного управления, так нагляднее и гибче, а также позволяет лучше понять принципы работы системы. Панели Low Lace. Это настройки интерфейса системы. Тут уже есть по умолчанию панель-обзор. Можно добавить дополнительные панели, например, для других пользователей системы. Они могут делиться на администраторские и обычные. Об этом я также планирую как-нибудь снять отдельный урок. Люди. Здесь можно добавить людей, которые будут отслеживаться системой, например, по местоположению, что дает возможность создавать автоматизацию уведомления, использующие местоположение как триггер, условия для срабатывания. Зоны. Это места на карте с заданным радиусом, которые также служат для автоматизации по местоположению, например, когда отслеживаемый человек входит или покидает определенную зону. Пользователи. Это учетные записи в Home Assistant. Те, кто может заходить в его интерфейс. Пользователи могут иметь обычные или администраторские права. К слову, панели Lovelace также разделяются на администраторские и обычные. Общие. В этой вкладке можно создавать основные параметры системы, например, координаты дома. Но лично мне их удобнее вводить вручную, и про это я расскажу тоже чуть позже. Управление сервером. Сюда мы тоже будем часто заглядывать. Пока здесь только одно окно, перезапуска или остановки системы. Как его расширить, я покажу немножко дальше в этом обзоре. В разделе журнал событий пишется лог работы системы, предупреждения, ошибки и прочее. Сюда стоит заглядывать по мере возможности. Также этот раздел поможет, если что-то будет работать не так, как ожидается. Меню о системе. Показывает текущую версию Home Assistant, а также список всех интеграций, которые уже имеются в системе. Далее идет меню уведомлений, где будут появляться системные сообщения. Их количество отображается на фоне оранжевого кружочка. И наконец меню пользователя. Тут можно сменить язык интерфейса, по умолчанию ставится язык локали системы. Можно выбрать тему, светлую или темную, а также цвета текста, основной акцента. Home Assistant поддерживает и сторонние темы оформления. При желании можно отключить боковую панель, пригодится для режима планшет на стене. И еще тут находится переключатель расширенного режима. Включим его и вернемся в меню настроек. В меню сервер появились дополнительные окна, проверка конфигурации и перезагрузка отдельных элементов системы, от местоположения автоматизации, до вспомогательных сущностей. Вот в этом режиме мы и с вами будем работать. Вернемся в меню пользователя. Тут имеются еще опции смены пароля, многофакторная аутентификация, а в самом низу находится меню создания долгосрочного токена. В одном из будущих обзоров мы к нему вернемся. Давайте зайдем в File Editor. Нажав на кнопку в виде папки сверху, мы попадаем в корневой каталог Home Assistant Config. Тут уже находится несколько файлов. Откроем Configuration YAML, это главный конфигурационный файл системы. Все начинается именно с него, все настройки, описание сущности объекта в автоматизации скриптов. Информация в этом файле скомпонована следующим образом. Разделы. Их названия указаны в отдельных строках без пробелов с левой стороны. Название заканчивается двоеточием. То, что имеет отношение к разделу, пишется или правее, или ниже его и уже отделяется пробелами от левого края. Это правило работает для всех конфигурационных файлов. Пробелами определяется степень вложенности. Логично, что держать все настройки в одном файле очень неудобно и громоздко, поэтому тут поддерживается вынос в отдельные файлы или даже папки. Например разделы, группы, автоматизации, скрипты и сцены уже по умолчанию вынесены во внешние файлы, о чем говорит команда include после двоеточия. Если перед именем файла ничего не написано, значит файл находится в той же папке, что и configuration.yaml. Вот эти четыре файла. Мы можем увидеть их в редакторе. Кроме этого в корневой папке имеется файл с secrets.yaml. Он предназначен для хранения конфиденциальной информации, такой как пароли, ссылки, токены. Чуть дальше я покажу пример как это выглядит. Координаты и часовой пояс. Для корректной работы нам необходимо ввести данные о своем местоположении в часовом поясе. Местоположение нужно например для погодных сущностей, определение времени восхода и заката, а часовой пояс для правильной работы автоматизации связанной с текущим временем. Открываем основной раздел Home Assistant. Далее уже с отступами в этом разделе прописываем имя сервера, свое, любое. Далее координаты, которые можно получить при помощи Google карт. После этого указываем высоту над уровнем моря, например для Киева 179 метров. Единицы измерения метрические. И в конце часовой пояс, его можно взять из списка на википедии, ссылка также в текстовом файле урока. Как только в файл вносятся изменения, иконка сохранения становится красного цвета, это позволяет не забыть сохранить сделанные изменения. Проверяем и перезагружаем конфигурацию. После перезагрузки видим в интерфейсе установленное имя, а также корректное местоположение на карте, часовой пояс, высоту и единицы измерения. Если вы планируете сохранять свою конфигурацию, например на гитхаб, то есть смысл использовать файл секретов, которые нужно внести в список исключений, после этого он не будет добавляться в репозиторий. Конфиденциальные данные, в нашем примере координаты. Сохраняем в файле секретов, присвоим им какие-то названия ссылки, свои, любые. В конфигурационном файле указываем ссылку на секрет и далее пишем ссылки, под которыми сохранены наши данные. Так, кстати, можно хранить не только секретные данные, но и просто длинные, неоднократно повторяемые записи, токены, линки. Сохраняем их в секретах, а далее в конфигах используем короткие ссылки. И в завершении урока предлагаю создать несколько сенсоров, даты и времени и системного мониторинга. Сенсоры это тип информационных сущностей или объектов, которые могут иметь текстовые или числовые значения. В Configuration YAML создаем раздел сенсоров и далее, не забыв про отступы, прописываем сенсоры даты и времени. Сначала указывается штатная платформа TimeDate. Полный список платформ сенсоров имеется в списке интеграций, ссылка в текстовом файле урока. Я указал сразу три сенсора, отдельно время, дату и время и время дата в одном сенсоре. Также добавим еще одну штатную платформу системного мониторинга и добавим следующие сенсоры. Использование процессора в процентах. Процент используемого объема хранилища, аргумент слэш означает, что от корневой папки. Использование оперативной памяти, время с последней загрузки и свободное место в гигабайтах тоже от корневой папки. Обратите внимание на функцию проверки внесенных данных. В правом верхнем углу зеленый кружочек с галочкой, значит все в порядке. Попробуем сдвинуть один из созданных сенсоров и сразу получим восклицательный знак, сигнализирующий об ошибке. Кликнув на нем, получим строку с ошибкой. Сохраняем, проверяем конфигурацию и перезагружаемся. После перезагрузки в интерфейсе, который еще пока формируется автоматически, появились созданные нами сенсоры. Обновленную версию урока заканчиваем на том же самом месте, что и старый урок. Надеюсь, видео было вам полезным и интересным. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Также не забывайте подписаться на мой телеграм-канал, ссылка в описании. Там вы всегда найдете самые интересные новости, обновления, а также ссылки у купоны на товары для умного дома. До свидания, до новых встреч.